ассаляму алейкум добрый вечер дорогие друзья вы на канале вкусная еда с хадиджей сегодня вашему вниманию хочу предложить идеальный рецепт пышных нежных оладушек всем настоятельно рекомендую их приготовить итак давайте начнем приготовление я всем желаю удачи на кухне приготовление теста нужно в правильной последовательности кефир комнатной температуры 500 миллилитров у меня домашний немножко кисловатый отправляя в глубокую миску добавляю одно яйцо и желток и белок вместе у меня среднего размера и все хорошенько помешиваем добавляем полторы столовой ложечки сахарного песка не больше и пол чайной ложечки соли а также ванильный сахар 3 грамма все хорошенько помешиваем очень важно чтобы продукты были комнатной температуры кефир яйца сейчас мы будем постепенно добавлять муку муки у меня 350 грамм пшеничная высшего сорта заранее просеянная муку сразу всю не добавляем добавляем постепенно и помешиваем у нас должна получиться масса по консистенции похоже на сметану густую поэтому добавляем потихонечку где-то грамм 30 оставляем муки будем смешивать отдельно с содой вот весь секрет этих оладушек в том чтобы добавлять муку постепенно продукты должны быть комнатной температуры и соду нужно добавлять не как мы привыкли в кефир а нужно добавлять в муку как обычно добавляем разрыхлитель в муку и потом добавляем в тесто вот так же видите отдельно добавили соду одну чайную ложечку без верха все хорошенько смешиваем добавляем в тесто и сразу быстро быстро замешиваем сковородка у меня уже стоит на газе на среднем огне она уже раскочегалена у меня и сразу будем выпекать как учила меня мама то есть когда мы готовим оладьи у нас сода должна взаимодействовать с кефиром уже в процессе выпекания оладьев они до того как мы замесим тесто поэтому это очень важно у вас получится очень пышные и нежные оладьи вот посмотрите в принципе тесто уже готово отряхиваем сейчас венчик вот когда тесто уже отстает от венчика она готова все лопаточкой собираем к серединке и сразу начинаем выпекать где-то 3-4 столовые ложки растительного масла выливаем на сковородку сковородка у меня чудушница блинница вот такая очень удобная так чтобы все сразу оладьи у нас поместились она у меня 40 сантиметров в диаметре и мы выкладываем на хорошо разогретую сковородку уже прокалила немножко растительное масло и обжариваем крышкой ничем не накрываем огонь чуть ниже среднего как только подрумянится одна сторона сразу переворачиваем переворачивать будем вилочками итак наши оладушки готовы на кефире они очень нежные очень пушистые получаются я вам всем рекомендую хотя бы один раз так приготовить правда это самый идеальный рецепт какой я когда-либо знала оладушек сейчас перекладываем их на тарелочку посмотреть какие они пушистые пористые нежные сейчас я вам покажу какие они внутри вы видите полностью впитали растительное масло пропеклись прекрасно и мы сейчас их будем пробовать я как раз вам хочу показать какие они нежнючие вы наверное чувствуете посмотрите просто прелесть как подушечки как пух наши оладушки готовы очень много получилось целая большая тарелка пушистых нежных оладушек великолепно их подать с медом с вареньем с любым джемом со сметанкой просто красота я полью просто медом я вам уже говорилось что сахара лучше много не добавлять потому что сядут оладушки а вот если вы хотите чтобы они были сладенькие конечно же это мед либо варенье либо с ягодами великолепно компенсирует сладость итак дорогие друзья если вам понравилось мое видео и полезная информация ставьте лайк поддержите наш канал лайком делитесь моим видео со своими друзьями и близкими пишите в комментариях как получается у вас я буду очень признательна за обратную связь если вы впервые на моем канале обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик справа чтобы не пропускать выход нового видео я желаю всего самого наилучшего здоровья и до новых встреч на канале вкусная еда с хадиджей пока пока друзья